Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию даже не статью и даже не задачку, а небольшую ситуацию. Вот посмотрите рисунок, который я вам предлагаю. Вы видите жёлтого игрока номер один с мячом. Только что он получил мяч, неважно откуда, с правого фланга, с левого фланга или сзади там. Факт тот, что он только что получил мяч. Скорость у него нулевая. И его атакуют сразу двое игроков красной команды номер один и номер два. Они на него набегают. Разумеется, у них есть скорость. Но эта скорость, понятное дело, не максимальная. Но они на него набегают с явным намерением отобрать у него мяч. Что, вопрос, что делать жёлтому игроку? Если его партнёры, во-первых, находятся сзади, во-вторых, они перекрыты. То есть решение вот эту игровую ситуацию, жёлтый игрок должен решить в пользу своей команды. Но вопрос, как он должен это решить, эффективным способом. Я вижу здесь только один эффективный способ для решения этой задачи. Может быть, вы увидите два способа, три. Может быть, ваш способ будет совсем не такой, как у меня. Вот в своих комментариях, пожалуйста, напишите, что вы думаете по поводу этой простенькой игровой ситуации. А я через несколько дней выскажусь. Вот это знание, как поступать в этой игровой ситуации, очень и очень важно для любого игрока любой команды. И ещё один момент. Такая ситуация может возникнуть не только на этом участке поля. Она может возникнуть прямо в центре поля. Она может возникнуть у правой бровки, у левой бровки, у своих ворот, у чужих ворот. Не важно где. Важно другое. Вам важно знать, как поступать в этой ситуации и эффективно выйти с плюсом, выйти победителем из этой игровой ситуации. У меня всё. Пока. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Впереди вас ждёт много интересного и неожиданного. Субтитры сделал DimaTorzok